здравствуйте день добрый спасибо большое за то что предоставили возможность высказаться собственно относительно ситуации в беларуси ну скажем если заглянуть немножко ретроспективно что вопрос онлайн вещания в театре является по крайней мере для театра дальнего зарубежья актуальным около десятилетия еще в одиннадцатом году исполнительный директор Крис Меллер писал о том что собственно возможности интернет вещания являются потенциальным решением проблемы заполнения зала на сегодняшний день скажем сложились две основные парадигмы в дистрибуции онлайн вещания это профильные платформы как сценариум ну скажем английское произношение полагаю будет как сценариум что-нибудь в таком ключе и директор театр который также включает образовательный ресурс с мастер-классами интервью лекциями с другой стороны есть скажем бесплатные видеохостинги вроде YouTube и Vimeo на которых чаще всего выкладывают бесплатные бесплатные непосредственно переходя к белорусским реалиям в общем то скажем проблема онлайн вещания которые периодически поднимаются тут надо еще понимать что в государственных театрах при должной степени автономии все таки они являются подотчетными министерству культуры и в некоторых случаях от них скажем принятие подобных решений зависит в меньшей степени чем вот скажем их соответствующие соответствующего куратора из министерства культуры могут непосредственно если говорить о частных театральных инициативах то вот здесь уже скажем вопрос с которым в принципе нельзя не согласиться о том что безусловно спектакль следует смотреть из театрального зала ну вот скажем онлайн вещание ну скажем так игнорировано но вот глобальная эпидемия даже несмотря на то что в белорусском в общем карантинных мер не принималось все-таки публика решила воздержаться от посещения театров и поэтому значительно снизилось количество посещений и собственно особенно допустим те же самые частные театральные инициативы вынуждены были даже приостановить из того что на сегодняшний день присутствует в свободном доступе главным образом это спектакли могилевского прошу прощения областного драматического театра спектакль республиканского театра белорусской драматургии и минского областного театра который несмотря на название минский находится в городе молодечно вещание в основном ведет через вот скажем относительно репертуара то есть это все а главным образом вот так да театр имени янки купалы да совершенно верно товарищ москвин могу сказать что они подключились несколько позже значительно ну так продал продолжаю да собственно ну скажем допустим актуальный репертуар насколько мне известно не планируется показывать даже в платном формате если говорить о скажем примерах которые касаются частных театральных инициатив ну вот одно из главных упущений которые интернет аудитория скажем немножко обходит стороной это то что публика в интернете ей нужно какое-то увесчисление то есть если на краудфандинговых площадках коллективы просят их поддержать публика значительно активнее реагирует если они могут познакомиться с репертуарным материалом если они могут хотя бы допустим что-нибудь из архивного репертуара посмотреть вот ну насколько как бы я понимаю что сегодня так чуть-чуть частными компаниями вот опять же ситуация меняется в частности более таким театром вроде как возобновляет спектакли но в ареном могу сказать что есть даже инициатива так сказать достаточно обратиться к публике через даже возможные варианты и традиционные печати чтобы как-то просимулировать обращение есть несколько проектов как арк проездной скажем такой открытый билет на пост эпидемическое время вот ну собственно как бы среди главных после которые в данной ситуации от собой потенциальное вещание онлайн это в том числе возможность мотивировать аудиторию как я уже говорил что интернет публика несколько больше мотивируется каким-то увеществлением также конечно это возможно заключение партнерских проектов и вот апеллируя исследования британскими конечно понимаю что он не очень будет работать в белорусских реалиях но тем не менее подключение зарубежной аудитории ну и здесь еще возникает вопрос подготовки к качественному литературному переводу который можно спускать допустим по формате титров вот собственно но один из как бы самых главных критериев это все таки скажем воспринимать новые технологии всерьез потому что как то тут хочется ставить цитату как говорил бравый солдат сверху никогда еще не было чтобы ничего не было вот спасибо большое